Так, ну, теперь мы переходим к следующей теме, очень важной, очень главной теме. Мы поговорим об энергии жизни, энергии любви. И, соответственно, мы выполним упражнение, но прежде всего давайте разберемся. Мы с вами на прошлом занятии рассмотрели, что причиной наших проблем является страх, что меня не любят, то есть вот эта постоянная потребность, чтобы тебя любили. Ну, прежде всего, еще раз, что такое энергия жизни, это та энергия, благодаря которой человек существует и живет. Это не просто энергия любви, то есть любовь между мужчиной и женщиной, это более глобальное понятие. Я уже на эту тему говорил. И она как раз-таки выражается, а точнее говоря, ощущается именно теми эмоциями, которые вы сейчас смотрели. Радость, восторг, энтузиазм, ну, и так далее. Давайте с вами разберемся, для чего должен вообще человек, ну, да, чем с того, кого в первую очередь должен, должен, да, любить человек. Я. Ну, сейчас почти все говорят себя, потому что об этом пишут, говорят. И тем не менее, многие говорят, что да, себя, ну, как это себя, это что, эгоизм? Да нет, конечно, нужно ценить себя, уважать себя. Это не значит, что вы, допустим, пришли на праздничный ужин, где мало еды, вы себя любите, схватили, а ваши дети, там, близкие смотрят. Вы говорите, ну, я же люблю себя, да, или там пожар, или что-то такое, ну, ребята, я люблю себя, а тут, как говорится, пожалуйста. Нет, конечно, человек, может быть, и отдаст жизнь, но любя себя. Ну, давайте все-таки мы с вами чисто, я бы сказал, физически, что ли, выясним, зачем нужно себя любить. Ну, чисто вот так, с меркантильной точки зрения. Ну, прежде всего, вспомним, от чего проблемы в жизни у человека. Если вы ревнуете, значит, вы считаете, что вас не любят, обижаетесь, вы считаете, что не любят. Тчаяние, безысходность, одиночество, финансы, то есть вы считаете, что вас не ценят, не любят, не уважают, то есть не любят. Получается, что отсюда открытие буквально гениальное, чтобы, значит, не было проблем, значит, нужно, чтобы нас любили, правильно? Если нас будут любить, ценить, уважать, значит, все прекрасно. То есть, это что значит? А это значит, нет никаких проблем. То есть, у вас нету квартиры, вы звоните, ну, куда там, наверное, в записи, или куда там звоните, в мэрии говорите, вы знаете, вот, там, дочка замуж уходит, или там, мама, бабушка, или кто-то еще. Вот, как насчет квартиры? Он говорит, пожалуйста. Вам сколько комнат? А сколько можно? Да сколько нужно? Пожалуйста. Вам в каком районе? А что, можно? Да, пожалуйста. А вам гараж нужен? А что? А у нас машины нет. Это вам машина нужна? Я говорю, все, да, а какая машина? А какая вам нужна? Представляете, да? То есть, какая здесь, какое разочарование, какая зависть, какая там обида, какое вообще? Все исчезло. То есть, вот такая фантазия. Вот, если вы даже сейчас хорошо представили вот это, это уже здорово, потому что вы уже отчасти решаете свои проблемы. Если, к сожалению, у кого возникло внутреннее такое противополство, ну да, разве это может быть? Мы как раз будем стремиться к этому, чтобы именно вот так вот представлять. И когда вы искренне от души с огромной радостью будете представлять, это лишь говорит о том, что вы уже поднялись на эту чистоту. Но многие, к сожалению, и сегодня вы это увидите, что вы по себе не сможете от этого избавиться. То есть, мечтать о чем-то, когда сейчас вот очень плохо в каких-то вещах. А вы знаете, что все проблемы в жизни – это следствие вашего мышления? То, что ощущаете, то и получаете. Меня зовут Анатолий Донской, я доктор технических наук, занимаюсь исследованиями в области энергоинформатики, ну, а точнее, занимаюсь изучением влияния мыслей, эмоций, как реальных физических полей на жизнь человека. То есть, на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. И я приглашаю вас на бесплатный вебинар, на котором я подробно расскажу, что именно влияет на вашу жизнь. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих. В частности, такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не складывается жизнь? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег, плохое здоровье? Не складываются отношения? Почему с точки зрения законов физики абсолютное большинство людей просто не могут достигнуть своих целей в любой сфере жизни? Мы с вами выполним практическое упражнение, которое приблизит вас к достижению ваших целей, к исполнению желаний. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы сможете скачать книгу «Диагностика жизни». Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от негатива. Итак, нажимайте на кнопку, регистрируйтесь на сайте и до встречи на вебинаре.